Всем большой привет! Я рада вас приветствовать на своем канале и хочу сегодня пригласить вас на вечернюю прогулку по моему июльскому саду. День у нас сегодня целый день был пасмурный, не солнечный. Я люблю такую погоду. Температура воздуха где-то сейчас 18 градусов, а вообще погода у нас в начале лета была разная. И жару мы уже пережили больше 35 градусов в тени, и дожди ливневые. В общем, погода была разной. Для новых зрителей хочу сказать, что сад наш находится в Калининградской области, участок 10 соток. Вчера покосили газон. Газон у нас природный. Очень люблю снимать, когда покошен газон. Кажется, что сад идеально чистый, потому что выкошена трава. Ну а на клубах, конечно же, сорняки кое-где присутствуют. Я к этому всегда отношусь спокойно. Одна на 10 сотках в саду и огороде поддерживать порядок, конечно, бы я не смогла. Что-то, конечно, бы делала, но такого порядка бы не было. Мы работаем в тандеме с мужем. Когда я что-то не могу сделать, мою работу делает он. Он может мне и по дому помочь, и по саду. То есть мы с ним работаем вдвоем. Вот, наверное, поэтому у нас и порядок. Ну и, конечно же, нам вместе нравится этим заниматься. Это наше с ним совместное хобби. В саду сейчас зацветают метельчатые гортензии в полном цветении клематисы. Ну и лилии. Поздние лилии распускаются, а ранние уже почти отсвели. Ну и также флоксы уже радуют. В любой летний месяц в саду всегда есть работа. Сейчас сад требует стрижки. И кустарники некоторые нужно подстричь. И декоративные растения некоторые отсвели и требуют стрижки. Ну, покажу вам в процессе обзора сада. Перед съемками видео я никогда не стараюсь как-то свой сад улучшить, расчесать, пригладить, чтобы все было прямо в идеальном порядке. Показываю всегда, как есть в жизни. И как-то одна зрительница написала, да не может такого быть. У них просто для ютюба все красиво. А вот потом, когда выключается камера и съемки заканчиваются, мы, наверное, тут, я не знаю, ходим, спотыкаемся в какие-то ведра, мусор. Ну, не знаю, что человек имел в виду. Ну, вот показываю, как оно есть. Некоторые растения требуют обрезки, некоторые я еще не обрезала. И не всегда у меня бывает, не всегда я все успеваю, девочки, как вам кажется. Я тоже обыкновенный человек, и у меня тоже бывают где-то завалы. Вот только вроде прополола огород, поработала там, смотришь, что-то в саду заросло. Пока занималась садом, уже дома куча дел накопилось. Ну, и вот так вот все по кругу. Небольшой уголок. У нас здесь отдыха лавка, деревянный стол. И на опоре вот так вот растет виноград Изабелла. Уж очень он мне нравится. Вот такая густая шапка из листьев, и уже там есть зеленый виноград. Уху с блока. Разные декоративные растения. Желтым цветет зверобой кустарниковый. Кто смотрит меня постоянно, видели, как я его весной обстригала практически на уровне земли. Красиво цветут сейчас разные флоксы. И моя любимая персиковая лилия. Нравится мне вот этот зверобой кустарниковый. У него очень красивая листва. Цветет практически все лето. И вот такие яркие, крупные, желтые цветы. В этом уголке три вида разных флоксов. Вот этот очень эффектный. Но не назову вам ни одного сорта, потому что, конечно же, я их не запомнила. Сейчас прогуляемся по этому миксбордеру с одной и с другой стороны этот миксбордер декоративный. Сейчас солируют в этом миксбордере метельчатые гортензии и два клематиса, синий и белый. Вот так они перепелились между собой, как бы обнялись и вот так пышно цветут. Мои любимые лилии. Это более поздний сорт лилий. Только-только зацветают. В июне в моем саду солировали котовники, но, к сожалению, они отцвели. Выглядят сейчас вот так невзрачно, даже неряшливо. Скоро я их подрежу и буду ждать второго цветения. Рядом с клематисом у меня растут лилии разных цветов, разных сортов. Все они разные по высоте. Кто-то уже отцвел, кто-то еще радует своим цветением. Декоративная дорожка, которая пересекает этот миксбордер с непарадной стороны. Перед вами сейчас очиток видный, он уже подвязан. Как только он еще больше наберет шапки, свои вот бутоны распустит, он может развалиться при первом же ливне. Чтобы это не произошло, заранее вот так вот стягиваю кустики. И до самой осени, пока их не обрежу, они у меня декоративны. Пузыреплодник с желтой листвой сформирован на трех ножках. Вчера муж его стриг. Мне было некогда, я занималась делами по дому. Попросила его сделать декоративную обрезку, чтобы он нам не мешал здесь ходить, потому что пузыреплодники очень быстро разрастаются. Муж подстриг его. Я, конечно, выходила к нему сюда на консультацию, подсказывала ему, где еще подрезать, что-то обрезать. Получилось очень хорошо и аккуратно. Вот так этот желтолистный пузыреплодник смотрится с другого ракурса. Рядом с пузыреплодником растет чубушник, тоже сформирован на ножках. По этой стороне хозблока сейчас видно, что растут три больших высоких отчитка, видных. И все кустики стянуты, смотрятся аккуратно. И я уже не боюсь, что они развалятся после какого-нибудь ливня. Спирея вангута сформирована тоже на ножки. Недавно я видео вам показывала, как стригла свои спиреи. Вот так уже обросла. Вот такие побеги уже тянутся вверх к небу. Вот так она выглядит на июль месяц. Рядом со спиреей растет мой любимый пасконник. У меня очень шикарный куст. Еще один сорт флокса. До чего ж они ароматные. Когда выдаются прохладные пасмурные дни, в саду все равно у нас еще идут какие-то пересадки. Перед вами Раджерсия. Пересажена была сюда где-то две недели назад. Вот сюда под сосну, в полутень. Росла она в другом у нас, на другой клумбе. Там из-за большой влажности практически чуть-чуть не погибла. Вышла из зимы плохо. И чтобы она вообще не пропала и не погибла, мы решили ее перенести вот сюда. Она уже прижилась, выпустила один лист. И вот уже появляется второй. Это очень красивое растение с большими листьями. У лавочки очень радует и хорошо уже подросла. И будет в этом году пышно цвести новая гортензия. Я ее посадила только прошлой осенью. Если не ошибаюсь, по-моему, это сорт Lime Light. Спирея Gold Flame, который растет у меня по обе стороны неширокой дорожки, практически отсвела и скоро будет подстрижена в аккуратные шарики. Не так давно начала выращивать и разводить разные злаки в своем саду. Стараюсь, конечно, заполнить сад многолетними злаками, но не все злаки у меня этой весной вышли из зимы. Мои овсяницы, кто помнит, которые стояли в красивых глиняных горшках на ступеньках террасы всю зиму, они просто вымокли. Ну и не только в горшках, но и на клумбах, в миксбордерах. Так что полностью овсяница у меня пропала. И я, наверное, как-нибудь в одном из видео поподробнее остановлюсь на злаках, которые я выращиваю в своем саду, так как я жду еще два многолетних злака, которые мне должны скоро прийти. И я их буду высаживать в сад. И тогда вам подробно расскажу, какие злаки я выращиваю в своем саду. Вот на это место, в этот миксбордер, весной рано переехал сюда василисник. Здесь когда-то росла гортензия, которая тоже не вышла из зимы. И сюда мы пересадили василисник. Скоро тоже будет радовать своей красотой. Это многолетнее декоративное растение очень с красивой листвой. А цветет василисник вообще восхитительно. Если смотреть со стороны, как будто в воздухе порхают бабочки. Василисник выпускает много высоких цветоносов. Жду с нетерпением его цветения. В саду уже отцвели практически шалфеи дубравные. Требуют тоже стрижки и обновления. После стрижки он еще раз зацветет. Вот это большой лист. Это бузульник. Растет в обрамлении тимьяна. Когда-то там тоже росла гортензия. Тоже не вышла из зимы. Была убрана. А бузульник тоже сюда перенесен где-то недели две назад. С другой клумбы, где он тоже практически погибал. Вымок. И решили сюда его пересадить, чтобы тоже не потерять это растение. Когда показываю свой сад или огород, вы меня часто спрашиваете и интересуетесь, есть ли у меня в саду и в огороде вредителей. Полно. Вредителей полно. Вам кажется, наверное, что все растения у меня идеальны. Но это не так. У нас очень много в нашем влажном климате и слизней, и улиток, и крестоцветной бложки, и тли. Вот так вот съедают листья улитки и слизни. А вот еще котовник. Котовники уже, конечно, потеряли свою декоративность. Не такие яркие. Но пока не тороплюсь их обрезать. Может быть, через неделю обрежу. Еще два кустика с ячменем гривастым. В подножье ячменя гривастого растет горец. Почва покровное растение. Красиво смотрится, цветет. Выпускает вот такие свечки нежно-розового цвета. Вот в этой части сада у меня посажен котовник бордюрной посадкой. Это молодые растения, которым два года. И тоже еще неплохо смотрится. Когда сейчас отцветут здесь котовники, я их обрежу. Вы видите, там поднимаются флоксы разных цветов. Сейчас покажу вам поближе. Флоксы тоже бывают разные. Есть ранние, которые уже цветут. Есть, которые только набивают свои бутоны. Вот этот флокс, самый ранний в моем саду. Он по цвету похож на котовник. Вот таким же оттенком цветет. Очень необычный и красивый. Шапки, правда, не крупные. Друзья, я любитель высаживать растения очень плотно друг к другу. Делаю это для того, чтобы уменьшить себе работу. Когда растения растут плотно и нет возможности расти сорнякам. Еще один флокс. Когда-то я его купила на нашем центральном рынке. У бабушки тоже только зацветает. Яркого цвета будет. Рядом зацветает белый флокс. Этот вообще еще не цветет. Очень поздний. Сорт флокса. Я даже не помню, какой. И здесь еще один флокс. У него интересные такие соцветия и цветочки. Будут. Бутоны похожи на сирень немного. Посадка в этой рабатке растений очень плотная. Но вы видите, сорняки здесь присутствуют. Вот такая крапива выросла. Я очень спокойно отношусь, если где-то у меня на клубе, например, сорняки. Неплохо и крапива смотрится в этой композиции гармонично. Где-то там хвост тоже, я вижу, растет. Так что, друзья, невозможно вырвать все до одного сорняка. Сделать просто все идеально. Да, я к этому и не стремлюсь. Где-то есть и сорняки, что-то недоделано. Все как у всех. Все делаем по силам. Есть силы – делаем. Нет – не делаем. Так что никогда себя не корите, если вы что-то не успеваете, увидели у кого-то красиво, у вас не так. Живите спокойно и делайте все по силам. Друзья, вход в огород. Недавно делала обзор на свой огород. Есть видео на канале. Кому интересно, можно посмотреть. Ну, давайте пройдем еще в один миксбордер. Покажу, что там цветет. В подножье ивы Хакура Нишики вот так она обросла, вот такая сейчас лохматая. Скоро она будет подстрижена в аккуратный шарик. Растут желтые полумахровые лилейники небольшим бордюром. С краю этой клумбы сейчас цветут лилейники. В этом миксбордере у меня растут только многолетние цветы и растения. Сюда я не подсаживаю никакие однолетние цветы. Две хосты. Одна вот эта с салатовыми листьями, гигантская хоста, в этом сезоне плохо выглядит. В июне у нас прошел сильный град и, конечно, испортил ее декоративность. Все листья в дырках и смотрится, конечно, не очень красиво. Но сдалека, конечно, не видно этих дефектов. Еще на этой клумбе есть гортензия метельчатая. В подножье гортензии метельчатой растет гвоздика перистая. Она уже отцвела, я ее обрезала. Вот такой она образует красивый сизый коврик. А вот это растение с красивыми листьями. Это многолетнее декоративное растение, буковица, она уже отцвела. Вставлю вам кадры, когда она была в полном цветении. Неприхотливое, красивое растение. После цветения обрезаю цветоносый и вот такая красивая подушка из листьев получается. Ромашка обыкновенная белая, но карликовая. В то весной я ее вырастила и семян покупала. Семена для альпийской горки низкорослые, и вот в них оказалось это растение. Очень нравится мне, как она смотрится. Невысокая, компактная. Доцветают спиреи в саду. Спирею подбивают разные хосты и карпатский колокольчик. Обойдем эту клумбу миксбордер с другой стороны. Покажу, как выглядят сейчас почвопокровные растения, которые шикарно цвели весной и как сейчас они смотрятся в июле. Большую часть я уже здесь подстригла, привела в порядок. Здесь флок с шеловидной большими вот такими подушками. Тимьян ползучий. Герань садубая уже подстрижена. Отцвела розовыми цветами. Зацветет еще один раз. Клумбы у меня отсыпаны камнем, крупным песком. Внизу лежит плотный геотекстиль. И вот так на геотекстиле постепенно разрастаются почвопокровные растения. Здесь расти нравится. И когда-то они полностью закроют эту отсыпку. И будет просто зеленый коврик. Пересекла эту клумбу. И хочу вам показать, как на заднем плане за сосной, это в зоне огорода, цветет однолетний дельфиниум. У меня два сорта. Синий и розовый. А это с другого ракурса. Бордер из желтых лилейников. Рядом с лилейниками растет герань садовая, высокорослая. Нежно-лилового цвета сейчас зацветает. Ну вот и закончилась прогулка по нашему вечернему саду. Благодарю всех за хорошие комментарии. Желаю вам всего доброго. И скоро увидимся в моих новых видео. Субтитры подогнал «Симон»! О якобы! Субтитры подогнал «Симон»!